Доброго вечера, мы из Украины. Вновь у нас сводочка, и на этот раз на фронтах у нас не все так радужно, как хотелось бы, и, конечно же, главное направление это Очеретинское. Там продолжается наступление, это, конечно, не прорыв фронта и не выход на оперативные какие-то просторы, но, тем не менее, чуть более активно продвигаются, чем обычно расисты это делали. Там даже практически попали в окружение наше, вот на самом мысе этого выступа, так называемого Очеретинского, там была попытка окружить наши войска, но, к счастью, в полном составе удалось вырваться из окружения, вот буквально уже вырваться из окружения. Не часто в этой войне случаются окружения, и вот чуть было не случилось и в этот раз. Ну и еще под Мирноградом, это Авдейское направление, там рядом с Покровском, там на целых 6 километров продвинулись, ну, по темпам продвижения расистов это прям реально прорыв, обычно они там метров по 200 проходят, а тут сразу 6 километров. Даже там где-то Рецко, они продвинулись на 2 километра от силы 3 за месяц, а тут вот буквально за неделю на 6 километров. Неприятненько, неприятненько. Но не везде так неприятненько, например, в районе Новомихайловки, Константиновки, вот та линия, скажем так, там предприняли грандиозную атаку, 11 танков, 45 единиц бронетехники, 12 мотоциклов и даже терминатор с ними был. И 200 штурмовиков в этом всем мероприятии участвовало, и разнесли их в пух и прах, 79 ДШБ наша, ну, не вся эта техника была, конечно же, потеряна, часть смогла удрать, но в целом вот разнос отличнейший. На том участке отбились от достаточно мощной такой атаки и не мясного штурма, а вот при поддержке бронетехники все как положено, и все же разнесли. И причем рашисты атакуют уже очень давно, и вот только с начала этого года, ну, то есть за полгода фактически, только под Новомихайловкой потеряно 74 танка и 150 единиц бронетехники. Ну, и вот это наступление тоже никакого развития не получило. Ну, а по остальным фронтам плюс-минус без изменений. Ну, вот очеретинское направление прям тревожно, тревожно. Продолжают переть эти мангалы, мы их сжем, они все равно едут. Вот даже на Russia Today прям целый сюжет был посвящен такому одному мангалу, именному. Вот он родной называется. Рассказывали какая-то замечательная техника, и как она вообще неубиваема, но этот родной уже горит в канаве, уже все, отстрелялся. Вообще, конечно, отдельно стоит углубиться в чудеса российской бронетехники, и не бронетехники. Они такую трюшню гонят, ну, мы уже как бы привыкли к мангалам на мотоциклах, которые вообще никакой функции не выполняют, ну, это чушь полная. Вообще, мотоциклы чушь в штурме, особенно без поддержки бронетехники. Ну, а мангалы на них просто бессмысленные. Да и я смеялся про штурмовые самокаты, уже есть штурмовые самокаты на фронте, уже вот попалось такое видео. Ну, это я отвлекся. По поводу мангалов, они их вешают на все, что угодно. Я ж показывал буханки с динамической защитой. А тут они сделали мангал на гаубицу, причем с динамической защитой опять-таки. Ну, это, ну, я не знаю. Зачем? Вот зачем? Вот как? Они воспринимают эту динамическую защиту как оберег, что ли? Ну, то есть, они не понимают, как она работает. Ну, не поможет гаубице такая защита. Такое впечатление, что это вот для них какой-то ритуал, какое-то магическое действие. Вот прикрутить эту динамическую защиту. Ну, я не знаю. По поводу мотоциклов, уже без мангалов, но с другой приблудой. На этот раз они прикрутили... Нет, это не мина противотанковая, как могло показаться. Это дымовая шашка. И как бы все хорошо, наверное, маскировка, но маскировка на быстро движущемся мотоцикле дым тоже не имеет никакого смысла. Ну, разве что это будет двигаться какая-то колонна, а этот мотоциклист с дымом будет вокруг нее кружить, ну, и покрывать эту колонну дымом. Потому что сам мотоцикл с этой дымовой шашкой, он настолько заметен, что... Ну, он из космоса заметен, вот с этим шлейфом, остающимся за ним. Он демаскирует себя полностью. Вот это буквально не привлечение. Я почти уверен, что его действительно можно будет разглядеть из космоса, вот с таким инженерным решением. Я не знаю, что они себе думают, зачем. А вот еще одно чудо враждебной техники. Это БТР. Это не танк-мангал, это БТР-мангал. Ну, блин, это дикобраз какой-то. Кроме того, что, в принципе, эти мангалы не особо помогают. Ну, вот в таком исполнении, ну, да, я понимаю, как бы, смысловую нагрузку, что, типа, чуть дальше от корпуса будет взрываться снаряд. Ну, не снаряд, это ФПИшка. Но, ну, это буквально безумный Макс. Вот осталось им только на зубы себе вот этим серебряным из баллончика брызгать и кричать, какой сегодня чудесный день. Жесть, просто жесть. Ладно, возвращаемся к боевым действиям и переходим к вопросам авиации. На том же Покровском направлении сбили очередной Су-25. Вот есть прям видео, даже несколько видео. В принципе, ничего такого, но не часто попадают на видео вот моменты сбития, поэтому не мог пройти мимо, не показать, не мог. К сожалению, пилот выжил. Там вот, ну, видно, что он катапультировался. Можно рассмотреть, хоть качество не очень, но заметно там, заметно, что пилот успел катапультироваться. А помимо сбитий, есть и загадочные инциденты. Например, падение Ми-28. Вроде как, этот вертолет использовался для борьбы с дронами. То есть, он вылетал. Ну, как и вот помните, рассказывал, что у нас на стареньких самолетах, еще винтовых, летают, сбивают дроны. Ну, то есть, в бой такой самолет выпускать, это, конечно, чистое самоубийство. А вот, летать глубоко в тылу и сбивать дроны, вариант. А россияне для тех же примерно целей используют вертолеты. Это, конечно, не так актуально, потому что вертолет все-таки помедленнее, даже винтового самолета, ну, или дрона винтового. Но, теоретически, подлететь поближе, расстрелять из пулемета, там, из-за чего угодно, в принципе. Вариант. Ну, вот такой вертолет был, не знаю, возможно, сбит дроном. Пока еще не было ни одного инцидента, чтобы дрон сбил вертолет или самолет. Хотя, есть несколько, было несколько таких моментов. Вот, чуточку бы еще и попали бы. Но, пока, никто не попал. Ждем. Ждем, либо, когда наши дроноводы набьют настолько нереальный скилл, что смогут перехватывать самолеты-вертолеты на FPV-шках. Ну, либо ждем реактивных дронов, FPV-дронов, которые будут работать исключительно по авиации, по ракетам. Вроде, как, такие дроны в планах и вот уже разрабатываются. Ну, и частично, авиационная техника уничтожается прямо на земле. Например, по САКам, ну, там в районе САК Аэродром. Туда был осуществлен массированный достаточно удар. И, вроде как, там пострадали Су-24. Это бомбардировщики. Файтер-бомбер негодует, пишет, там, что вечного полета. Ну, короче, кто-то погиб. Какая-то техника повреждена. Пока точных данных нет. Но, вот, раз Файтер-бомбер пишет, он очень неохотно обычно пишет о собственных потерях. Ну, российских. И раз он что-то написал, то там действительно что-то серьезное. Ну, ждем подтверждения. В порту Кавказ, Краснодарского края, это, ну, фактически Азовское море. Был поражен паром. Очередной удар по логистике. А в прошлый раз, я, кстати, забыл рассказать. Как-то вот, и даже в сценарии было, но пропустил. Была атака, комбинированная атака дронов по... Тоже в Крыму, по прибрежной зоне, близ озера Донузлав. Там еще Министерство обороны российское хвасталось, что там взорвали наш дрон, который морской. Но, судя по всему, это было отвлечение внимания, потому что пока они гоняли наши морские дроны, прилетели воздушные и таки нанесли удар. То есть, эта атака оказалась успешной. Ну, и вот такая комбинированная атака все чаще и чаще применяется, потому что это выгодно. Плывут морские дроны, россияне поднимают те же самые вертолеты, чтобы их перехватывать, и летят наши воздушные дроны. В результате того, что в воздухе много целей, ПВО начинает путаться в этих целях, перегружаться обилием целей, и вот можно проскочить. Либо морские проскочат, либо воздушные проскочат. А то, глядишь, они свой жертолет собьют. Такое тоже уже случалось. Ну, в данном случае воздушные долетели. Аэродром в Морозовске. Морозовске, это Ростовская область, тоже подвергся массированному удару. Ну, тоже пока еще неизвестно, с какими успехами. Но горело там достаточно сильно и интересно. И по Рязани тоже на этой неделе, вот буквально на днях, был массированный налет куда-то в район аэродрома Дягилева. Что-то там горит, но опять-таки точно ничего нельзя сказать, потому что все это происходило буквально на днях. На следующей неделе, наверное, какие-то подтверждения уже будут. Но пока вот летят, летят. Ну, и, конечно, нефтеперерабатывающие всякие заводы и базы горят. Это просто, ну, стабильность. На этот раз был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе. Конечно же, Министерство обороны опять говорит о том, что все сбито, и там незначительные повреждения из-за упавших обломков. Но, как мы видим на видеосъемке, обломки, повреждающие инфраструктуру, образуются в момент удара дрона по своей цели. И еще один интригующий удар был нанесен по поселку Новостепное. Это под Джанкоем. Там аж 4 АТКМС прилетели в ремонтную базу с техникой. Но, учитывая массированность удара, 4 АТКМС не пожалели. Я даже боюсь предположить, что же там такое ремонтировалось интересное, что аж 4 АТКМС выделили на это дело. Тоже ждем подтверждений данных объективного контроля, чтобы узнать, потому что там точно не просто так туда прилетело. Ну, а с личным составом все хуже и хуже в Российской Федерации. Ну, и не мудрено при таких вот потерях. Они же просто спускают людей тысячами чуть ли не в день. Хорошо. Но в месяц несколько тысяч гибнет однозначно. А, естественно, с личным составом серьезные проблемы. Вот, например, это из-под Волчанска. Боец рассказывает. Судя по всему, это вот тот, который сидит на заводе, который в полуокружении. Я рассказывал, там ничего не поменялось. Все на тех же местах. И вот защитник этого завода отчитывается. Вы все думаете, что вот эту балаклаву носим, потому что выебываемся? Нет, здесь столько мух. Это просто ужас. Мухи, они, как сказать, трупные. Они лезут в лицо, везде лезут, короче, мух. Они так надоели ужасно. Поэтому, в общем, вот такую хрень. Ну, и трупный запах, он уже как бы надоел уже тоже. Тут кругом трупы. 29-го я потерял последнего нашего бойца, Ромку, Роман. Из 300 нас оставалось двое. 29-го он погиб. 200. Так что из 300 я остался один. Ну, пришло пополнение в количестве 30 человек. И нас осталось уже 10. Так что все хорошо у меня. Пока жив. Из 300 гаид остался вон один. Пришло подкрепление 30 человек. И теперь их аж 10. То есть даже из того прибывшего подкрепления, мгновенно 20-21 человек пошабашил. Мухи сильно донимают, потому что все вокруг покрыто российскими трупами. Просто все. Продолжается нытье российских военных, которых гонят на мясо. Мы, военнослужащие военной части 31-135, 1-м от стрелкового полка, 1-м от стрелкового батальона, полковник Аверьянов построил нас снова. И в грубой форме утверждал, что никакие отпуска, отдых, выплаты и медицина нам не положены. Что задача наша состоит в том, чтобы, цитата, проложить своим телом дорогу позади идущим. Цитата закончена. И что мнение солдата ничего не стоит. Выплаты за выходные и праздники не выплачиваются. Выплаты за боевые действия не выплачиваются. Периоды отпусков не соблюдаются. Обмундирование не выдается. Средства РЭП не выдаются. Зимние средства обогрева не выдаются. И все вышеперечисленное покупается нами за наши средства. Как обычно, обеспечения нет, воды нет, еды нет, ничего нет. Идите, умрите быстренько. Ваша задача своим телом проложить путь следующим наступающим. Вот так они и воюют. И это же, опять-таки, это не мои какие-то придумки, не ЦИПСО. Это вот прям военные с передовой так рассказывают. Естественно, никто на таких условиях идти воевать не хочет. Поэтому добровольцев все меньше и меньше. И гребут уже буквально всех. Вот облетела сеть фотография, где торжественно провожают на войну какого-то деда. Вот он один дед стоит и перед ним шеренга всевозможных чиновников, которые вот провожают нашего героя. Вот так вот выглядит мобилизация в России. И, ну, не мобилизация, а отлов дурачков, которые согласятся подписать контракт, не зная даже приблизительно, что он теперь бессрочный. А не вовсе не на полгода и даже не на год. И еще появилась информация о самом молодом погибшем. Вот этот паренек, который задвухсотился уже через месяц после своего совершеннолетия. То есть буквально с того момента, как он смог попасть бы на войну, прошел месяц. Ну, там рассказывали, что он там хотел заработать денег, потому что у него там молодая семья, что-то такое. Вот много сказок рассказывали. Но на самом деле нет. Его приняли по тяжким телесным нанесенным группой лиц. То есть это до 12 лет срока. И вот, чтобы не сесть, он отправился, посидел в СИЗО до совершеннолетия, и сразу на фронт, и буквально в 200-е мгновенно. Через месяц после 18-летия. И ведь люди не слепые, они все это видят. И, естественно, все меньше и меньше людей хочет идти на фронт. Поэтому, что надо сделать? Нет, неправильно, не улучшить обеспечение солдат, не разобраться с неуставными отношениями, с ямами, подвалами, пытками, расстрелами и всем прочим. Нет, надо запретить смартфоны. Вот буквально мгновенно принято было, был принят этот закон, без каких-либо там обсуждений, без ничего. Вот только вынесли этот законопроект, и тут же он уже, вот, в течение недели, все свершилось. Запретить солдатам иметь смартфоны. И тут поднялся такой вой на болотах. Все, вот абсолютно все военкоры высказались по этому поводу. Ну, потому что это откровенный бред, это идиотизм, это маразм просто. Невозможно воевать без смартфонов россиянам так точно. И вот буквально недавно, не помню, в своих комментариях или где-то под другим видео, тоже же я рассказываю, что, мол, так и так, что ты несешь бред, вот данные объективного контроля, смотри. Откуда там эти могут быть данные? Нет же ж ни у кого смартфонов. Солдатам запрещено иметь смартфоны, пишет мне вот этот хомячок. Я дурак. А как воевать без смартфонов они будут? Во-первых, дроны. Чем ты будешь дронами управлять? Они все управляются с помощью смартфона. Карты у тебя где? В смартфоне. У россиян нет вообще, в принципе, связи никакой. Поэтому я с первых дней войны рассказываю, показываю моменты, подтвержденные, когда там батареи просят огня в телеграме. Большинство военблогеров тоже об этом говорят, что что же вы как? Как в смысле запретить телефоны? А мы же в телеге все у нас. Ну вот этот рыбарь, известный военкор, накатал целый пост. Я уже не буду его цитировать. Вот сами почитайте на паузе. Он там подробненько рассказывает, что это идиотизм. Официально предлог под этот закон в том, что могут запилинговать же ж. Особенно если большое скопление смартфонов в одном месте. Ну то есть понятно, что это какая-то позиция, там много людей. И туда, конечно же, наносят удар. И такое, в принципе, случалось. Но это же никак не отменяет того, что без смартфонов российская армия воевать в принципе не сможет. И нам бы было тяжело без смартфонов воевать. Но у нас хоть какие-то есть военные планшеты, военная связь. И все равно очень много смартфонов на фронте, потому что это жизненно необходимый инструмент. И сейчас его запрещают. Но на самом деле же запрещают его не потому, что там запилингуют или выдадут какие-то секреты бойцы. Нет. Запрещают, чтобы не было вот этих вот обращений. Спасите, помогите, Путин, реши. Нас тут уничтожают, нас кидают на мясо, нас казнят на подвалы. Вот это вот все. Единственный вариант, каким Россия решает проблемы, это умалчивает о них. И естественно, чтобы на фронте было все прекрасно, надо не решить проблемы с фронтом, а запретить о них говорить. Просто так запретить нельзя. Чем ты будешь угрожать человеку, которого пускают иносной штурм? Ну вот, просто страшнее ничего быть не может. Поэтому надо просто отнять у них телефоны. Вот Калашников, небезызвестный нам, провел сеанс связи с филологом в засаде, тоже достаточно популярным блогером. И там они подробненько эту тему обсуждают. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, мы все, наверное, под впечатлением того, что в Государственной Думе уже принят законопроект. Это запрет на пользование электронными устройствами, ну, гаджетами, изделиями. Мы решили спросить мнение у человека очень авторитетного. Это Святослав Голиков, он же телеграм-канал филолог в засаде. Сам-то Святослав, он воевал, так сказать, у него там не одна ходка на фронт, уже в нынешней так называемой СВО. Вот чего ради, предотвращаясь, у нас властимующее практически совершает то ли выстрел в ногу, то ли серпом, так сказать, по одному месту. У нас просчитает численность боевого состава. Пополнения, которые приходят, они эту численность не покрывают. Люди все-таки не слепые, они видят, что происходит на фронте, как мы воюем. Мы воюем хреново до сих пор, в этом году войны. Получается, у нас просчитает численность контингента. Не хватает контрактников. Информация о происходящих в зоне первых действий, безобразиях, негативных явлениях, она выплескивается. В том числе за счет того, что у людей есть возможность что-то снимать, выкладывать какие-то видеоопрощения. То есть просто пресечь поток информации от фронтовиков, чтобы не отпугивать контрактников, чтобы легче набирать? Вот именно это мне в первую очередь и приходит в голову. Ну, просто трэш, можно сказать, дискредитация вооруженной силы Российской Федерации. У нас что вообще на фронте творится, получается, за это выступление в армии? Ну, полный, как говорится, трэш разложейшем, что ли? Там вообще, как дела-то с дисциплиной? Сопоставляя вот эти вот истеричные вопли с ситуацией на фронте. А ситуация, она ухудшается. Она ухудшается в том плане, что люди, которых туда загнали, по сути, на бессрочные контракты, я молчу уже про мобилизованных, которых просто вот впали в крепостное рабство, люди элементарно устают физически, морально. Цели непонятные, государство их не может никак четко артикулировать. Окей, мы услышали от Верховного, что Одесса – русский город, и встрепенулись. А потом нам начали выбивать большие десантные корабли, и что-то как-то про Одессу – русский город мы больше ничего не слышим. Положение, вот честно говоря, несмотря на то, что на ряде участков у нас идет продвижение, положение в целом вот ни разу не радужное. Исчерпание наступательного потенциала, с одной стороны, с другой стороны, сокращение потока контрактников, вызывает вот эти вот истеричные эмоции. Блин, ржевская мясорубка без ржева, без цели, получается. Ну, к сожалению, там. С теми подходами к обеспечению организаций боевых действий, я очень сильно боюсь, что просядем к осени очень сильно именно мы. Вы понимаете, что я там был вот в марте, как говорится, ездил к друзьям на передовую, и тоже видел крайнюю-крайнюю усталость войск, и крайне неприятные вопросы, которые там сейчас войска задают. Подытожим. Солдаты, которые российские находятся на передовой, это буквально крепостные в рабстве, и чтобы об этом никто не узнал, у них отбирают телефоны. А в целом, вся эта ситуация с так называемым СВО, это мясорубка без какой-либо цели. Ржев без ржева, как там говорил Калашников. И то, что они там где-то продвигаются сейчас, и, может, даже относительно успешно продвигаются вот на этой неделе, например. Но в целом, они выдохнутся до осени, это то же самое, что говорил я. Вот это лето, это последний шанс Путина. Вот сейчас они еще могут наступать, что они делают. Но уже с осени у них этой возможности больше не будет. И, ну, я хочу очень сильно надеяться, что следующий год будет уже решающим. Следующее лето будет последним военным летом. Я это не утверждаю, но все к тому идет, и мне очень бы так хотелось. В общем, цель запрета проста и прозрачно. Заткнуть рот вот всем находящимся на передовой, чтобы люди на большой земле, так называемой, ничего не знали про фронт, про весь тот трэш и ад, который там происходит, и подписывали контрактики, ехали туда, и там уже на месте ознакомливались. Но на самом деле, как и все, что делает Россия, не работает так, как должно работать. Нет, конечно, если кто-то из солдат сейчас запишет обращение, то это уже фактически он нарушил закон, потому что на что же он записывал сообщение-то? На то, что запрещено, на 10 суток на подвал, а оттуда в Штурм-Зет сдохнуть в мясном штурме. Но при этом, конечно, никто не будет забирать у артиллеристов мобильники, в которых у них баллистические калькуляторы, никто не будет у штурмовых подразделений отбирать планшеты с картами и смартфоны для управления дронами. Приказа такого не будет. Но это будет происходить просто повсюду. Уже происходит. Уже военная полиция шмонает всех подряд, отжимает телефоны, потому что, ну, телефончик, чё, это денюжка? Чё б не отобрать? Закон же ж, нельзя. Всё, отдавай. Как вот недавно начали отжимать автомобили, которые не на военных номерах, а вот какие-то волонтерские, например. Это же бандитская группировка, они не могут не грабить. Уже, говорю, это происходит. Уже будут отбираться эти телефоны, что, конечно, замечательно. Чем меньше техники у врага, тем лучше. Чем больше напряжённость среди разных подразделений врага, тем лучше. Чем тупее законы принимает Дума, тем лучше. Ну, а помимо запрета смартфонов, ещё было предложение от депутата от коммунистической партии ввести штрафбатой. Вот ещё Владимир Ильич Ленин говорил, кто из-за всех сил не поддерживает дисциплины и порядка в Красной Армии. Тот предатель и изменник. И того нужно истреблять беспощадно. Жёстко, но война шла. И сейчас идёт война. Я скажу, что, кроме этого, законы нужно идти дальше. Создавать и штрафные роды, как это было в Великой Отечественной войне, и штрафные батальоны. Для тех, кто нарушает и серьёзно нарушает воинскую дисциплину, или проявляет трусость и другие проступки, которые, в принципе, ведут к поражению. Спасибо. Отличная инициатива, прям очень полезная. Но только штрафбаты уже давно есть. Они называются Шторм-Зет. Изначально это зэковские батальоны, но туда ссылают вообще всех неугодных. Да и, в принципе, просто штурмовая рота, это уже и есть штрафбат, потому что со штурма один из трёхста выживает. Ну, они, видимо, хотят это как-то узаконить. Хотя зачем? Когда эта Россия парилась о законности? Вот так, всё больше и больше обращений с фронта о полном трэше, который там происходит. Всё меньше и меньше людей, которые ведутся на то, чтобы там заработать кучу денег. А денег куча. Вот в Москве уже платят практически 2 миллиона рублей за подписание контракта. Это вот уже рекорд. На всякий случай напомню, изначально эта выплата была 200 тысяч. Вот в 10 раз за эти 2 года выросли разовые выплаты за подписание контракта. В 10 раз и всё равно людей не хватает. Что ж, переходим к событиям на территории уже непосредственно России. А там тоже достаточно шумненько. На этой неделе, например, был взорван в своём автомобиле некто Андрей Таргашов. И тут мнения расходятся. Вообще-то Андрей Таргашов это замначальника подмосковного центра связи РВСН. Но вроде как говорят, что не он. И там и жена его пострадала. Но жена связалась, сказала, что ничего не пострадало. И муж у меня жив. И вроде как это не тот Андрей Таргашов, а другой. Но тоже Андрей Таргашов. То есть он полный тёзка. И он из отдела психологических операций ГРУ. То есть ЦИПСОшник. Ну, в общем, это уж несущественно. ГРУшник он или связист. Главное, что досталось ему хорошо. Но он выжил, к сожалению. А вот подрывник, к сожалению, задержан. Причём, после этой своей акции он спокойненько улетел в Турцию. И уже в Турции его и приняли. И, что странно, депортировали в Россию. Вот вам, кстати, и страны НАТО. А Турция это страна НАТО. Которая спит и видит как бы развалить Россию. Но вот почему-то возвращает, арестовывает и возвращает людей, которые воюют с вот Российской властью. Конечно же, этот диверсант рассказал, что это прямо вот чуть ли не Зеленский ему обещал заплатить. Но, на самом деле, там несколько видео его допросов. На первых допросах он сомневается. Кто-то мне позвонил или я кому-то позвонил. В одном допросе так, в другом это так. То он вообще не знает, с кем разговаривал. То точно говорил с украинским военным. Ну, короче. Чем более поздний допрос показывает, тем увереннее что это точно Украина. Ну, скорее всего, это таки действительно Украина. Не стопроцентная уверенность, но достаточно велик шанс, что это действительно мы. Снова танк переехал гражданский автомобиль. Опять в Белгородской области. На этот раз пострадала Нива и водитель не выжил. По официальной версии он скончался от разрыва сердца. Но, учитывая, что случился разрыв машины полностью, вот просто передней части автомобиля нет, там, где, собственно, водители находятся, у меня серьезные сомнения по поводу разрыва сердца. Ну, это уже, собственно, и не важно. Гражданская техника вот в прифронтовых областях России вообще, я же говорил, не стоит ездить на гражданской технике в Белгородской области. Вот, например, обычный водитель автобуса Белгородской области. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, кем вы работаете? Здравствуйте, водитель городского автобуса. То есть вы по городу Шебекина ездите по маршруту? Да. Уже давно работаете? Да, уже больше 15 лет. Понял. У вас такой, довольно-таки, интересный внешний вид защищенный. С чем это связано? Участилась от кадрова. Он едет в бронежилете, в каске, на автобусе с мангалами. Ну, это 100% законно, это незаконная военная цель. Но ее никак невозможно идентифицировать, что это незаконная военная цель. Она выглядит как законная военная цель. Управляется человеком, который выглядит как комбатант. Ну, то есть никак невозможно узнать, что это гражданский транспорт. А еще и рэбы на скорых помощях. Ну, короче, не стоит ездить в приграничных областях России на каком-либо транспорте вообще. Ну, и вообще не стоит там появляться. Эвакуируйтесь лучше. Очередной генерал арестован. Это уже пятый. На этот раз некто Булгаков. Не суть важно, что там ему инкриминируют. Конечно же, взятки. Все как положено. Ну, потому что там вот в российском эстеблишменте с прозволения сказать кого не схвати, его можно сразу же сажать за взятки. Вот просто любого. Да, в принципе, от какой-нибудь начальника цеха или от прапорщика начиная, любого можно садить за взятки, за хищение и все такое прочее. Потому что это, в принципе, я же говорю, воровство в России это государство, образующая отрасль. Все строится вокруг воровства и вранья. Но вот генералопат продолжается. В Донецке все больше протестные настроения развиваются. Вот уже тоже перекрыли дороги. Все, вот все. Что так разрывают? Я не с**т вставай от еще раз. Ты кто-то что? Давай нас не... Да и я воню нас получишь. Понимай, я понимаю, что акция в воде есть. Здесь будет нормально электроэнергия на нашей насосной станции и насосная станция будет работать. Последний раз вода текла в начале июня тонкой струечкой. Как в России на прошлой неделе были протесты против выключения электричества. В Донецке вот такое же плана водные бунты из-за отключения воды. Не соврали, не соврали россияне Донецку, когда сказали, что вот подтянут уровень ДНР до уровня России. И так и сделали. Теперь и там протесты с перекрытием дорог, и здесь протесты с перекрытием дорог. Несмотря на массовые репрессии. И заметьте, что, кстати, протестующие это на 90% женщины, а те немногие мужчины, которые там присутствуют, кричат друг на друга «Я военнослужащий!» Нет, «Я военнослужащий!» Потому что вот там кроме военнослужащих нескольких буквально, в принципе, мужского населения не осталось. ЛНР, ДНР полностью уничтожено все мужское население в этих псевдореспубликах. Ну, туда приехал какой-то чиновник и рассказал, что не переживайте, проблема уже фактически решена. На сегодня Водоканал разработает мероприятие, постарается ее внедрить, для того, чтобы данный поселок обеспечить хотя бы один раз в трое суток. Потому что этот поселок находится одним из самых удаленных от Кировского водопроводного узла. Поэтому вся вода, которая на сегодня подается, да, она по пути разбирается и уходит в нижние части. Поэтому вот сейчас проведем работы по ограничению остальных мест периодически, как бы, и один раз в трое суток постараемся обеспечить сюда достойно. Я не скажу стопроцентный объем воды, который вы получите. Ну, по крайней мере, хоть какой-то, я думаю, что мы обеспечим. Аж раз в три дня не в полном объеме, но раз в три дня вам будут давать воду. Вот же ж она стабильность, вот же ж с колен поднялись. Пусть не в полном объеме, но раз в три дня. На оккупированных территориях продолжается беспредел, мародерство, бандитизм, все как положено, тут тоже от России недалеко ушли. Но если раньше Пушилин и компания соревновались с кадыровцами, кто больше закошмарит людей, то теперь вот у них начались столкновения друг с дружкой. Задержали злоумышленников за разбойное нападение в цели хищения чужого имущества в особо крупном размере. Как установили стражу правопорядка, в начале текущего года группа лиц по предварительному сговору совершила разбойное нападение на двух жителей Мариуполя. Вооруженные подельники потребовали у одного из пострадавших крупную сумму денег. Заявитель не обладал денежными средствами, которые вымогали злоумышленники, поэтому они забрали его автомобиль в качестве залога. Во время обыска жилища одного из злоумышленников силовики обнаружили и изъяли незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, которые были направлены на проведение экспертных исследований. Прямая конфронтация оккупационных властей и вот кадыровских прихвостней. Я, конечно, только за. Восхищенно наблюдаю эту эпическую битву жабы с гадюкой. Чем больше встанет врага конфликтов, тем нам, конечно же, лучше. Ну, а в России все то же самое в принципе происходит. 14 регионов горит, в 9 чрезвычайная ситуация введена, при этом Чукотка тонет, там прорвало очередную дамбу. Скорее всего, опять украинские грызуны постарались. Все как всегда, эвакуацию ждали долго и, конечно же, компенсировать ничего не будут, но об этом жители узнают чуть-чуть попозже. Мы на крыше, тут вообще пиздец нахуй, мы все тонем, блядь. Тут все тонуло нахуй. У нас в доме вода до хуя просто. Мы сюда на крышу еле забрались, но тут пиздец. Все смыло нахуй. Абсолютно все нахуй. Но главное, что вот спасаются на крышах от наводнения они в курточках Единой России. Вот она, главная скрепа. А еще говорят, то ли в Самаре, то ли в Астрахане. Пошел снег. Бедная машина, это ужас какой-то. Ужас. Вот это я такого не видела. Сугробы, смотрите, какие. Это на дороге, а что там? Кошмар. Ну, честно говоря, я, ну, не знаю. Это точно не фейк, потому что, ну, блин, мы тут задыхаемся от жары, а там снег идет. Если кто-то в курсе, черкните, действительно ли так. Ну, тут уж, конечно, никто не виноват. Сам боженька шельму метит. Ну, и вот техногенных катастроф хватает. Вот одно горит, другое тонет, а грядущая зима, как там в песенке пели, а зима будет большая, да? Гурулев вот дал рекомендации россиянам. Что вы передадите вот отсюда с Титовской сопки, с видом на прекрасный город, прекрасное озеро, жителям проблемных наших городов, поселков? Чего им ждать в наступающем сезоне отопительных? Я, конечно, с одной стороны, оптимист, но как человек военный рассматриванный худший вариант, потому что, поэтому все-таки я хотел бы, чтобы с этим сезоне ну, хоть как-то бы вывезли, потому что уже время готовится. Осталось, по сути, ну, полтора месяца, правда? Да. Все на этом. Но запас, что? Не тянет, правда, да? Поэтому наличие печки с трубой и наличие дров и угля, в том числе многоквартирных домов, никогда лишнего на данном этапе не будет. Ну, только по факту, как есть, честно говоря. ставить в девятиэтажки. Кроме того, что это невероятно пожароопасно, это еще и не особо эффективно. Ну, конечно, когда других вариантов не остается, то, да, тут уж ничего не поделаешь. Продолжаются фашистские настроения, нацистские, если быть точнее. Руссия вперед! Руссия вперед! Руссия вперед! Руссия вперед! Руссия вперед! Один за взлет! Ничего за одного! С вот этим непринятием иммигрантов, которых сейчас везут, потому что мужиков в России все меньше и меньше, а, естественно, завозят вот из стран Средней Азии, там вообще откуда могут достать все отребье, которое ведется на вот это, едет в Россию. Естественно, местные возмущены, это все раскачивается, в России же пропаганда ненависти просто зашкаливающая, все ненавидят всех, вы же видели там и погромы, и террористические акты, и все вот это вот происходит постоянно, и Витязела, та самая, у которой эмпатии нет, но она очень эмпатична, уже буквально предрекает России погромы и гражданскую войну. Я понимаю, что очень многих из тех, кто оседлал эту повестку, может уже, наверное, остановить, разве что пригласительное товарища майора, потому что, еще раз повторюсь, очень многие поняли, что вот на этой теме можно хайпануть, и когда больше не о чем говорить, говори о теме иммигрантов. Сама вообще посходили, или что? Дальше что, погромы будут? А там и опять гражданская война. Вообще, куда людей толкаете? Иногда мне практически просто страшно становится. Я не боюсь ни Украины, ни НАТО. Я боюсь того, что здесь происходит. Что людям в головы вдалбливают, к чему провоцируют. И к чему все это в итоге приведет. Антисемитизм. Да, и вот такой вот бытовой шовинизм, они все в итоге приводят к одному. К делению людей на сорта, появлению концентрационных лагерей и газовых печей. Вы, говорит, к чему призываете? Что вы вообще думаете себе? Они не думают. Ну вот Витязева внезапно поняла, что в ее стране нацизм, что разжигается межнациональная ненависть. Это даже уже не рознь, а прям ненависть. И уже даже, ну, абсолютно среднестатистические граждане кидаются там то с ножами друг на друга. Я же показывал, как в метро. Просто тетка напала на мигрантов с ножом. А на этой неделе вот такое побоище. Не трогай меня! Не трогай меня! Не трогай меня! Не трогай меня! Не трогай! Я не трогай! Не трогай! Я не трогаю! Ты чё? Не долезь! Опять-таки тетки дерутся. Не мужики какие-то там вернувшиеся с фронта с посттравматическим этим синдромом маргиналы. Нет, обычные тетки. Настолько зашкаливающая ненависть в России сейчас. Ну ладно, когда это тетки. А когда само правительство ведет нацистскую политику. Вот это уже другой разговор. Например, вот в Москве обозначают цели полиции. Данное направление находится на особом контроле. Находится на особом контроле у президента, у министра внутренних дел. И сейчас рассматривается ряд законопроектов для удосточения мер принудительного характера для иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, будем так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, главная задача полиции, которая поставлена на следующее полугодие. Осветлить, говорит, Россию надо, чтобы не зачернялась. Ну, это же буквально нацистская риторика. Они на официальном уровне используют нацистскую риторику. А во Владивостоке пошли дальше, там вот этих вот, ну, отребья, вот это СССР, вернувшаяся, собрали в одно подразделение, тигр, или что-то типа того, чтобы охотиться на мигрантов. Как нам поддерживать непорядок в городе, много очень приезжих граждан, кто, может быть, не совсем понимает наши правила, приличия, и которых нужно немножко так поставить на место, если он нарушает правила поведения в городе, или что-то. Поэтому мы приняли решение создать организацию тигра-порядок из военнослужащих, кто прошел военную школу, кто прошел сражение там на Украине. Такие у нас отряды филиала будут создаваться в каждом крупном городе на вашей базе. Ну, то есть, это буквально вот штурмовые бригады эти СА, коричнево-рубашечники, вот они, вот это вот оно. Люди с посттравматическим синдромом, привыкшие убивать, вот вернувшиеся буквально с войны, вооружаются и натравливаются на вот низшие национальности. Вот об этом в том числе говорит Витязева. И да, Витязева абсолютно права, это кроме как гражданской войне и погромам ни к чему другому привести не может. Особенно на фоне обнищания массового, потому что вот учетную ставку в очередной раз поднимают, на этот раз 18% учетная ставка. Это как в Венесуэле. Это уже хуже, чем в Африке. Уже выходит закон, ну, как минимум, законопроект о том, что банкирам и депутатам неплохо бы иметь оружие и прям лучше сразу пистолет-пулемет. Ну, то есть, это буквально, я же говорю, безумный Макс. У каждого должна быть ППХа с собой, просто у каждого. Ну, у каждого, кто может себе это позволить. У элиты, наглядная иллюстрация идиократии или даже скорее вот общество устройством, как в фильме «Побег из Нью-Йорка». Вот такая вот ситуация. Продолжаются нацистские лозунги и в отношении других государств и вообще не только государств, а в целом о каком-то недружественном Западе говорят. Вот, например, про криптовалюту тут один высказался. Значит, криптовалюта это валюта недружественных государств. Если мы уже в стране замечаем количество электрической энергии, тратящей на поддержку валюты недружественных государств, то не слишком ли это дорогая цена? То есть у нас есть свои валюты и мы их должны поддерживать. И еще один вопрос. Криптовалюта. Да, на поддержание криптовалюты необходима определенная, скажем так, база данных. Но та база данных, которая сейчас поддерживается, какая гарантия, что на этой базе данных не проводятся какие-нибудь математические исследования, модели, направленные против нашей страны. Криптовалюта, это валюта недружественных государств. Какого государства криптовалюта? Что ты такое внесешь? Это вообще блокчейн, на нем рассчитываются математические модели, как бы напакостить великой Россиюшке. Настолько маразм там просто, ну, зашкаливающий, люди несут откровенный бред уровня плоской земли. И не просто там же какие-то плоскоземельцы в ютубчике, депутаты Государственной Думы. Все, что надо знать о России. Ну вот это были такие общие высказывания, а тут недавно прошлись нацистским кованым сапогом по Азербайджану внезапно. Почему мы удивляемся поведению Украины? Да потому что нет такой страны, нет такого государства, нет истории Украины. Нет и быть не может, нет такого образования. Кстати, это касается многих других стран, новообразованных типа Азербайджана и других квазиобразований. Ну, начал он, конечно, с Украины, но вот тут же переключился, что это касается всех вокруг. Вот кроме Россиюшки Великой, все остальные это квази-государства, это недолюди. Их нужно поработить, если будут сопротивляться, уничтожить. Типичный нацизм, вот прям классический. Я не понимаю, кто тут еще может как-то спорить, что-то, какие-то пытаться привести аргументы против, если они прямым текстом говорят, мы нацисты, мы хотим уничтожить всех. И о каких-то переговорах еще кто-то заикается, как можно переговариваться, о чем-то договариваться с нацистами. Ну как? С нацистами, которые ни разу в жизни не соблюли ни одного закона, ни одной договоренности, ни одного соглашения. Это бессмысленно. Нацизм нужно уничтожить. Других вариантов быть не может. Ну и вот переходим к международной повесточке. Так плавно. И здесь тоже, на самом деле, не все так радужно. Например, поехал кукухой, похоже, Борис Джонсон. Вот уж от кого не ожидал. Но он запустил там речь про то, какой Трамп молодец и чуть ли не мессия. И как божьим провидением от него отвели вот эту пулю. Вот, кстати, этот момент я не учел. Я как бы как рациональный человек, естественно, атеист, живя в этом своем информационном пузыре, наивно полагал, что, ну, большинство людей же атеисты. Ну и то, что я вижу у нас здесь, то так и происходит. Но люди достаточно грамотные, не верят в сказки. Но вот Америка, несмотря на свою прогрессивность, казалось бы, у них там огромное количество, ну, вот, очень религиозная страна. Даже не в количестве, а в степени религиозности людей. Там же каждое воскресенье в церковь. У них это прям вот скрепы. А мне, как человеку рациональному, который мыслит логикой, которому вообще не свойственно магическое это мистическое мышление, вот было трудно оценить, насколько мощную акцию устроили с вот этим покушением. Я-то думал, что, ну, вот, Трамп типа жертва, за него будут голосовать. Но я не подозревал, что тут еще вот это вот мистическое мышление включается у верующих. И для них это реально чудо господнее. Я вот читал там под каким-то видео тоже про Трампа, ну, про вот это покушение, в комментарии полистал. И многие пишут вот буквально, дословно, что это чудо. И вот там один комментарий мне особо запомнился. Я, говорит, всю жизнь голосовал за демократов. Ни капельки об этом не жалею. Но сейчас я вижу, как прямо Господь Бог своей рукой отвел пулю от Трампа. Кто я такой, чтобы спорить с Богом? Конечно же, я буду голосовать за Трампа в этот раз. Ну, то есть, у меня в голове не укладывается. Ну, как? Даже если это не постанова, а действительно было покушение. Ну, блин. Ну, верующие. Для них любая случайность это чудо. Тем не менее, у Трампа все не так уж и радужно, потому что Байден так и слился. Это, конечно же, заслуга шамана исключительно. Да, я не шучу. Шаман так и заявил. Он незадолго до вот снятия Байдена протестовал против закрытия своего ютуб-канала, вражеского ютуб-канала, через который ему денежки шли от иностранных агентов. Ну, собственно, от иностранцев. То есть, он инагент, по факту, шаман. Но это уже мелочь. И вот его заблокировали, и он вот в знак протеста под этим посольством американским очень жалкий концертишку дал. Ну, по факту, прорекламировал свой тур или новый альбом. Ну, короче, какую-то рекламку протолкнул под это дело. И вот буквально через пару дней Байден снимается. И шаман, конечно же, тут же постит, что отлично, все, вот после нашего концерта Байден снялся. То есть, это исключительно заслуга шамана. В фантазиях самого шамана. Но, тем не менее, факт остается фактом. Да, Байден снял свою кандидатуру с выборов. Он остается в должности до конца срока. И вот это, на самом деле, очень хорошо. По многим причинам. Главное, что сейчас Байден может делать вообще все, что ему захочется, без оглядки на то, что скажут избиратели. Потому что избиратели его уже не интересуют. Все, он больше не президент. Ну, в будущем. Поэтому весь оставшийся срок он может творить в полную дичь. И ничего ему за это не будет. Потому что, а что ему может быть? Его не выберут? Так его и так не выберут. А вторая позитивная новость, что, собственно, рейтинг Трампа обуславливался только тем, что Байден старый маразматик. И с чем, в принципе, большинство людей соглашалось. Но тут так получается, что теперь вот главная предвыборная интрига, как так можно голосовать за старого маразматика, вот теперь обернулась против самого Трампа. Потому что старый маразматик в предвыборной гонке теперь он. Он же точно так же, как и Байден, путает имена, путает. Ну, как заговаривается. Он такой же старик, ему 70 или сколько, 80. Единственное, что он чуть-чуть бодрее выглядел и на этом играл. Но вот теперь против него выступает Камала Харрис. Чернокожая женщина намного его моложе. И тут у меня были большие тревоги по поводу того, что Харрис никто не любил в Америке. Она не запомнилась ничем. Это такой невзрачный политик, по факту. Поставлена была на должность вице-президента, по-моему, да, или кто там она была. Именно за то, что она не какущая. То есть это человек, который не будет никакие интриги плести, будет полностью подконтролен. Ну, как вот в России набираются чиновники. Главная лояльность и никакой инициативы, чтобы не высовывался. И вроде такая репутация была и у Харрис. И ее недолюбливали за это. Ну, типа, мол, это не политик. Это так. Одна видимость. Ну, вот, по опросам, буквально только-только она стала кандидатом в президенты. И тут же обошла Трампа по голосам. Не на много, но тем не менее. На много там в Америке и не бывает так, чтобы один кандидат другого обходил. Там всегда плюс-минус, буквально несколько процентов все решают. И вот эти несколько процентов у Камайлы Харрис. Ну, а в целом, то, что про нее ничего хорошего нельзя сказать, это не самое главное. Главное то, что и плохого про нее ничего сказать нельзя. Она всегда за все хорошее против всего плохого. Что в обычное время, как бы, популизм. Но сейчас все плохое олицетворяет собой Россия. Все хорошее это вот анти-рошистская коалиция. И тут, как бы, большого ума не надо. Никаких полутонов в этом конфликте нет. Тут все четко черное и белое. А уж в этом разберется, ну, кто угодно. Главное, что не Трамп. Я же говорю, я был против Харрис только по той причине, что боялся, что за нее не проголосуют и все равно победит Трамп. Но вот, судя по результатам опросов, зря боялся. А, в принципе, остальное меня не интересует. Лишь бы не Трамп. Хотя я уже говорил, что и Трамп не факт, что был бы против Украины. Потому что он меняет свое мнение на прямо противоположное по несколько раз в день. Ну, популист. Но это и как раз плохо, потому что такого политика невозможно предсказать. Когда человек врет постоянно, ты не знаешь, чему верить. В какой момент он говорит то, что действительно думает, а в какой момент просто врет. Так что, голосуем за Харрис. Если ее, конечно, еще раз не поменяют на кого-то другого. По поставочкам. Испания передает нам целую батарею Хоук. Это зенитно-ракетные комплексы. Нидерланды и Дания обещают в ближайшее время прислать 14 леопардов 2А4. Опять-таки, как и в прошлый раз я рассказывал, это новые леопарды. Ну, и тут пакет от Польши заявлен был достаточно крупный. В том числе и якобы 10 мигов нам передают. Но нет, на самом деле нет. В этот пакет эти 10 мигов не входят. Их только сейчас будут готовить к отправке. Польша хочет получить новые самолеты от НАТО к себе на вооружение. А старые свои эти миги даст нам. Ну, пока это все идет. Они заявили о пакете помощи и о подготовке этих 10 мигов. Но многие вот неправильно поняли и решили, что уже эти 10 мигов вот прям с этим пакетом помощи к нам приедет. Нет, чуть попозже. И касательно чуть попозже Чехия уже огласила продолжение своей инициативы по поиску боеприпасов для нас. На 25-й год у нее уже прям планы, все расписано, все на мази. Чехия прям вообще красавчики с этой своей инициативой. Все же очень интересно, кто именно поставляет нам эти боеприпасы через Чехию. Вот кто те самые страны, которые не хотят открыто это делать. Ну, понятно, что это Словакия, Венгрия. Те, кто открыто поддерживают Россию, вот не открыто передают нам свое вооружение. Потому что все прекрасно понимают, что нацизм, расшизм надо останавливать. Но почему бы не заработать себе лично денежек от Кремля и вслух покричать, какая Россия великая и какие украинцы подлецы. Но все реально все понимают и вот боеприпасы нам поставляют. Ну, еще на этой неделе состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Китая. Неизвестно, конечно же, о чем они говорили. Но сам факт этот достаточно многозначительный. Интересно, чем же там все закончится. Что ж, переходим к нашей постоянной рубричке «Карнавал абсурда». И начнем прямо вот с персонификации российской судебной системы. В городе Подольске возле здания суда, соответственно, стояла скульптура Фемиды. Правосудие. И, как и положено в России, правосудие слегка заржавело. И решили же, ну как так, что же это у нас такое, правосудие никудышнее, давайте же мы его приведем в чувство. Но оказалось, что это сделать невозможно, потому что вот эта скульптурная композиция, которая называется «Закон есть закон», она незаконна. Вот все, что надо знать о России. Здесь даже скульптура «Закон есть закон» — это незаконная постройка. И, естественно, на нее не могут, на ее реставрацию, выделить денег из бюджета, потому что, что это, неизвестно что. Откуда она тут взялась, никто не знает. В Новоуральске психиатрическая больница вот отлично выглядит. Так выглядит отделение психиатрии и инфекционный корпус центральной медико-санитарной части номер 31. Потолок протекает на стенах, черная плесень. У невролога нет даже раковины, чтобы помыть руки перед приемом, а это коридор словно после бомбежки. В подтверждение своих слов медики показывают нам документы. Вот приказ, где черным по белому отменить дополнительные выплаты терапевтам, урологам, онкологам и десяткам других специалистов. И это при том, что многие работают сверхурочно. Прям как из каких-то фильмов ужасов, вот про психиатрические лечебницы, самые мрачные. Ну, это неудивительно. Так в России, в принципе, все больницы выглядят. Ну, а тут особо показательно то, что главврач этой психиатрической лечебницы, он с судимостью за мошенничество. И тут уже как бы и шансов у этой больницы нет, чтобы как-то более-менее в чувство быть приведенной, потому что у них главврач-мошенник. Не то, что там это обзывательство, это вот конкретно его статья. А вот аэропорт в городе Бодайбо. Честно говоря, впервые слышу об этом городе. Ну, вот, если порыться в новостях, то этот город славен тем, что в нем добывается золото в больших масштабах. Вот только за этот год больше 20 тонн золота было добыто. То есть, явно богатый регион, 20 тонн золота в год добывают. У них должен аэропорт выглядеть, ну, наверное, как в Дубаях. А как же он выглядит на самом деле? Город Бодайбо, Иркутская область. Единственный туалет в аэропорту города Бодайбо. Очень скрепно, ароматно, шикарно. Другого не имеется. Да, вот так. Вот так выглядит аэропорт в Бодайбо. В золотоносном регионе. Еще один случай, мимо которого я пройти не смог. Надеюсь, меня YouTube не забанит за такое видео. Впервые придется ставить галочку с эротическим контентом. Но, тем не менее, российский вариант Сумо. Слушай, а вы сразу доставите, да? В тумбочку ставите. Девочка, ты сейчас со мной на тело поедешь. Поехали. Поехали, собираюсь. С кем собираешься? Где оформление полноценное? Че, сейчас надо, блядь, как собаку, вот так схватить и вискнуть. Хуй, ты че, 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 ты че че? А сколько, блядь, нахлыкаешь свою? Ты че, ты че, ты че? Катя, Катя! А это в Краснодаре сотрудник милиции зашел вот к женщине. Они там шумели, были на них жалобы, и вот он типа пришел и, естественно, в лучших традициях российских легавых начал хамить. За что и был отмудохан, и он потом в конце жалобно просил вызвать то ли подкрепление, то ли скорую себе. Как говорится, есть женщины в русских селениях. Ну и в конце я так приберег тематическую новость, геймерскую. Игра смута же ж, помните, недавно вышла. И вот на волне грандиозного успеха этой вот, с позволения сказать, компьютерной игры, ей выделяют еще 100 миллионов рублей на выход DLC. Ну это вот, это вот все. Про то, насколько отстойная игра смута, не написал разве что ленивый, я вот ничего не снимал по смуте. Но все, по-моему, отметились, все высказались и поиграли в эту смуту, потому что, ну, такого зашквара геймдев давно не видел. И тут, конечно же, DLC нужно выпустить за 100 миллионов рублей. Ну, что сказать, ждем с нетерпением, я с удовольствием посмотрел не один ролик по смуте, прям получил массу удовольствия. Жду с нетерпением DLC-шку. Ну и на этом у меня на сегодня все, всем добра, играйте в хорошие игры, поддерживайте ВСУ и все будет Украина. Увидимся. Продолжение следует...